Денис, привет! У нас с тобой впервые такое интервью, когда мы с тобой пьем чашечку чая и беседуем про рынки, потому что вопрос на самом деле интересный. Хочется поговорить с тобой про твой успех в этом году, уходящем, в 23-м. Сейчас не знаю, когда это будет видео, но Денис, судя по всему, занимает четвертый, насколько я понимаю. В общем, в зачете четвертый. Мы говорим о конкурсе «Лучший частный инвестор» в номинации «Лучшая легенда ЛЧИ», который участвует пять раз и более, третье место и второе место в «Лучший частный инвестор на срочном рынке», на котором я как раз специализируюсь. Смотри, ты, получается, сейчас занимаешь в общем зачете и сколько там тысячи человек участвует? Почти 27,5 тысяч. То есть ты занимаешься сейчас, ну уже все финально, четвертое место среди 27 тысяч участников. То есть когда я в свое время участвовал, да, такие лохматые годы, я занял третье место среди, по-моему, там около 300, по-моему, было участников. 265. 265, да. Смотрели архивные данные. Да, 265. Я занял там третье место, а ты четвертый, среди 27 тысяч. Вот. Это круто, да, на самом деле. И вот, друзья, да, то есть перед вами все человек, который занял четвертое место среди 27 тысяч по доходу, потом ты стал второй место, да? Третье место среди легенд ЛЧИ и второе место среди «Лучший частный инвестор на срочном рынке». На срочном рынке, на котором ты и торгуешь, да. Вот сегодня у нас Денис, который, да, знаете, как часто говорят, покажи мне стейтмент, да. Вот стейтмент, самый лучший стейтмент, это не который ты у брокера распечатал даже, а который подтвердила Московская биржа в данном случае. Вот Московская биржа подтвердила, что ты, ну, как минимум, профессионал, да, то есть ты занял почетное место, при том ты же участвуешь не первый раз в конкурсах. Ну, пятый. Пятый раз, да. В связи с, да. И там более-менее такие были места топовые, да, тоже всегда. Ну, по поводу мест я сейчас не подскажу, но я подскажу по результатам. Там было плюс 50 процентов, там был больше капитал, потом опять плюс 50 процентов, потом плюс 30 процентов, потом плюс 100 процентов и сейчас 186. 186 процентов. То есть вот это был хронический трейдер. Просто я-то на пенсии трейдер, пенсионный трейдер, и мне уже все это осочертело. Ты участвовал 15 лет назад ровно. Да, кстати. Ты уже как боксер-чемпион прошлого поколения, а я боксер-новый чемпион. И вот, друзья, да, вот мы сейчас немножко расставили все эти акценты, чтобы понимать, да, кто такой Денис. А то часто, если мы про трейдинг говорим, очень много людей действительно не зарабатывают в трейдинге денег, а очень многие только зарабатывают за счет продажи курсов трейдинга, да. То есть самая классная тема – это продавать курсы по трейдингу, а не самым трейдером быть. Вот. Но сегодня у нас Денис, который действительно, ну, доказывает, что он может зарабатывать сам эти деньги, да, и конкурс показывает это. Соответственно, Денис, тебе несколько вопросов в связи с этим. Для тех из вас, ну, кто трейдер сейчас, кто хочет стать трейдером, да, вот как ты это делаешь? Давай, я птица говорун сегодня немножко, потому что меня трейдинг давно осточертел, потому что это реально напряженная, тяжелая работа. Это, ну, геморр. То есть я всегда понимал, что ты торгуешь, ты зарабатываешь, ты не торгуешь, ты не зарабатываешь, да, и потом в свое время, ну, какой-то капитал создав с помощью трейдинга, я его начал раскидывать, там, недвижимость, дивиденды на акции, облигации, ну, и чтобы лежать, вплевать в потолок, играть в PlayStation и получать денежный доход, да, вот это, то есть я перешел в мир инвестиций. А он оказался настолько интересным, что просто лежать, вплевать в потолок тоже стало неинтересно. Как ты продержался здесь столько лет, и тебе это еще не осточертело, и, да, ты расскажи вот это. Ну, каждый день новый, то есть не день сурка, потому что каждый день новый рынок, каждый день новые возможности, каждый день новые, ты можешь торгать фьючерсы, если ты за рядом следишь. Более того, с 2017 года я также представлю на рынке криптовалют, там еще куча различных интересных монет. И что самое главное, вот раньше я тоже думал, да, вот ты торгуешь, а как бы нужно торговать каждый день, мы с тобой, когда начинали торговать, это были десятки сделок в день на разных инструментах и выматывает. Вот, потом, значит, еще тогда, когда ты принял стратегическое решение уходить в сторону инвестиций, я принял стратегическое решение зафильтровывать свою торговую систему, чтобы было более качественные сигналы, их было меньше, и чтобы у меня оставалось свободное время для того, чтобы отдыхать, перезагружаться, там, заниматься с семьей и так далее. И действительно, с годами систему мы зафильтровали, сфильтровывали, сейчас я могу сказать, что я не торгую много, то есть сейчас я много слежу все-таки за рынком, ну, в принципе, так и ты, но при этом торговых сигналов возникает немного, сейчас буквально там несколько сделок, может быть, в месяц. Хорошо. Как ты, давай, что-то используешь, чтобы заработать эти деньги? Паттерныш, матерныш, что-то, ну, что сейчас используешь? Я как трейдер уже все, да, то есть я помню, информации были, ты все это тоже самое эксплуатируешь сейчас? Да, вот как ни странно, то, что работало и 10, и 12 лет назад, оно продолжает работать, но система стала более сфильтрованной. Сейчас рынок в целом, ну, не изменился, есть тренды, есть боковики, широкие, узкие, люди все время здесь обновляются в трейдинге, здесь срок жизни очень маленький, но при этом эти закономерности продолжают работать. Да, для себя я их сделал более зафильтрованными, для того, чтобы у меня сигналы реже появлялись, я там ушел на более старший таймфрейм, там. Какой час таймфрейм? Ну, я сейчас смотрю пятнашки, часовик, часовик смотрю, пятнашках вход, нет, дневки нет, часовик смотрю, пятнашка вход, да, а раньше у нас было, условно говоря, там пятнашки смотрим, трешка вход. Я торгал еще на минутку. На минутку, да. А есть сейчас секундные масштабы? Завязано, и тиковые. Тиковые. Вот, то есть система, как ни странно, вот она показала свою живучесть, и, ну, а если это приносит деньги, да, то почему бы на этом не торговать? Вот, то есть я торгую посвященным формациям, но, значит, делаю это, во-первых, на разных рынках, то есть это и российский рынок, и крипторынок, а второй момент, то, что использую в рамках этой торговли еще и разные инструменты, фьючерсы и опционы. Это прям усложнил. Знаешь, люди такие приходят, говорят, я хочу трейдить, хочу трейдить, а тут я и фьючерсы, разные таймфреймы и опционы, да еще и крипту. Ну, это путь трейдера, это я уже. Пройдите 15 лет трейдинг. Нет, я хочу через месяц, понимаешь? Через месяц, тогда начинай в мелкий масштаб, фьючерсы, то, что мы и даем на наших программах, то есть начинай с малого, изучай закономерности, я говорю, ваша цель не заработать сразу денег, а ваша цель научиться дисциплине, научиться находить классные сигналы и делать эстетически красивые сделки. Покажите мне, что вы дисциплинированы, и я вам разрешу увеличить размер позиций. Хорошо. Смотри, когда я начинал трейдингом заниматься вообще, то есть у меня основная мысль, идея заключалась в том, что тебе не надо бизнесы держать, тебе нужно сотрудников нанимать, зарплаты платить, увольнять, бухгалтерии и так далее, и так далее. То есть ты сам открыл ноутбук, и тогда ноутбуки были, я начинал как трейдер в университете, уже тогда можно было подключить симку и торговать прямо с пар, а это 2003, а, извиняюсь, 2006 год, 2005-2006. Тогда уже можно было торговать с ноутбуком. И у меня была идея такая, что ты независимый ни от кого, ты можешь путешествовать по всему миру и торговать с любой точки мира. Но логика заключалась в том, что ты торгуешь российский рынок. Вот вопрос такой. Сейчас появилась крипта, американский рынок немножко отпал, он тяжелее на самом деле, он гораздо тяжелее, я торговал его. Что сейчас, вот ты крипту торгуешь, вот есть ли вот эта картинка у тебя в голове, ты, допустим, сидишь в Таиланде, на пляже, давай себе картинку красиво нарисуем сейчас, Донни добавит пейзажев, вот тут пляж, гамачок, солнцезащитные очки, ты лежишь в шортах и торгуешь крипту, не российский рынок, а крипту, потому что с любой точки мира можно это сделать. Насколько крипта действительно торгуем, как бы, трейдебл, то есть ее можно торговать, и насколько она отличается от фишей российских? В свое время, когда вот я тоже расширял калейдоскоп знаний, да, и в целом смотрел разные рынки, на американский сначала я пошел, посмотреть там, применить торговую систему. Ну, не получилось. Все-таки более такой осознанный рынок, более эффективный рынок, менее волатильный рынок, то есть все против нашей торговой системы, поэтому S&P, там и разные другие акции, я пробовал, нет, нет. Поэтому я был очень рад, когда появилась криптовалюта. И дальше просто ты берешь этот наш свитерок торговой системы, одеваешь на нее, и он в пору, ей прям идеально. То есть это супер волатильный рынок, низкоэффективный рынок, там торгуют толпы людей, которые вообще не знают, что такое паттерны, формации, торговая система, и за счет них происходят сильные движения, выносы по стоп-лоссам, ложные пробои, развороты, формации, продолжение тенденции, объемы помогают. То есть там система, она прям очень хорошо зашла. Да, пришлось убрать несколько там торговых формаций, которые там редко встречаются, но в целом вот с 2017 года много сделок на криптовалюте, я бы сказал, что она даже делает кассу. Вот, соответственно, не стоит ли перейти полностью на торговлю крипте? Ну, те, кто сейчас мучается с ВИЧами и так далее, потому что, во-первых, торгуются 24 часа в сутки, нет ограничений, нет юрисдикции, куча вариантов выйти на этот рынок и так далее. Ну, многие боятся, потому что они как раз-таки нет юрисдикции, многие, вот даже мои друзья, у них есть куча барьеров, психологических в основном каких-то, эмоциональных, для того, чтобы не делать этого. Ну, в меньшей степени, наверное, они трейдеры. Трейдеру, я считаю, что нужно совмещать и не только российский рынок, но и криптовалютный, и еще и в рамках этих рынков, я считаю, что нужно совмещать и трейдинг, и инвестиции. Потому что год на год не приходится, когда-то трейдинг не дает, дает инвестиции, когда рынок идет вниз, и ты на инвестициях ничего не заработаешь, ты зарабатываешь на исключительно трейдинге. Так в целом, ну, бывает затишье на крипте. Вот, допустим, лето 2023 года показало, вот у меня один из учеников, до мая у него все было прекрасно, он зарабатывал, были тренды. Потом рынок залег просто в узкий боковик с мая по сентябрь, это большой срок, он пытался торговать, и он слил то, что заработал с января по май. То есть в любом рынке может быть период затища, и у тебя должна быть такая межрыночная, в том числе, диверсификация, для того, чтобы вовремя мигрировать и перейти на тот рынок, на котором есть движуха. Посмотрите на график 2023 года на российском рынке, Сбербанк, доллар, там другие различные акции, это тренд, а на тренде, как известно, зарабатываются самые большие деньги. Вот, кстати, ты сказал про инвестиции, и я добавлю немножко от себя, когда у тебя есть некий пассивный денежный поток, да, пускай даже депозит будет, да, инвестиционный, но, конечно, я депозит не держу, это в основном акции, это дивидендные бумаги, это облигации, и торгуются совершенно по-другому. То есть ты знаешь, что у тебя есть какой-то денежный поток каждый месяц, ты на него как минимум можешь хотя бы худо-бедно как-то прожить, и тогда ты торгуешь более спокойно. Но окей, этот месяц, допустим, не очень, да, но у тебя в сторону денежный поток пришел. И проблема психологически у многих возникает, когда они, знаешь, так бросают работу, такие, все, трейдинг, и тут раз в месяц неудачный, и у них, знаешь, такое в голове, а что если второй будет? А денег-то количество раз, резко меньше стало, и он начинает уже прикидывать, так, если сейчас 2-3 месяца в минусе, у меня депозита становится совсем мало, денег не хватает, мне опять работу искать. И каждый трейд становится, знаешь, как такой, как гвоздь в крышку гроба. Такой раз, убыточный трейд, бум, убыточный трейд, бум, и он же представляет, что еще чуть-чуть игловозди, и уже крышка гроба закрывается в его мечте. Вот, и поэтому, да, я рекомендую всем, если вы трейдер, по крайней мере, не оставляйте работу, а если уже оставили, достаточно накопления их куда-то разложить, чтобы они денежные потоки генерировали, и в трейдинге не надо начинать с больших сумм, начинать всегда с маленьких. Вот, получаю, потому что, когда маленькие суммы, и терять их не так страшно, да, и, правда, и зарабатывать не так интересно, но вы, когда на маленьких суммах сможете стабильненько делать свой профит, постепенно можно увеличивать, как, знаете, штангист, он не начинает сразу там с 200 килограмм. Вот там сзади у нас Донни сидит, вот скажите ему, да, там, сейчас 400 подними, да, он, может, и поднимет с помощью домкрата, да, наш. Вот, поэтому начинайте с небольших, и чтобы денежный поток был, это спокойнее будет. Вот, хорошо, следующий вопрос. Вопрос, 23-й год уходит, как он у тебя, получился, не получился? Ну, понятно, что ЛЧИ хорошо, но до ЛЧИ там были еще какие-то, что ты можешь сказать? Ну, у нас было много достаточно сделок в этом году, запечатлено даже на видео, некоторые онлайн-сделки, некоторые с моими подробнейшими комментариями, их можно увидеть на нашем YouTube-канале, на который, надеюсь, все подписаны. И там я рассказывал, да, суть сделок, какие инструменты использовал, это часто были опционы, в том числе. То есть, опционами торговать даже направлено простыми самыми стратегиями одно удовольствие, когда ты ловишь тренд, когда ты, к примеру, торгуешь опционами, покупая колы на обычном рынке на криптовалюте. То есть, берешь достаточно дальность экспирации, там на 2, на 1,5-2 месяца вперед, и это все взлетает, взлетает, приносит хорошие деньги с очень маленьких депозитов, кстати говоря. Да, вот некоторые спрашивают, вот я буду торговать на 50 тысяч рублей, я же ничего не заработаю, 5 тысяч рублей максимум в месяц. Но вот с помощью знаний, да, и опционов такой рычаг появляется, когда вот я показывал, сделки там с 2 тысяч долларов прибавляются 2 тысячи долларов, условно говоря. Понятно, что нужно иметь знания, но они, если не начинать изучать, то знания не появятся, поэтому обязательный путь состоит в практике, после полученных знаний, тренироваться на разных рынках и торговать по тренду, да, как бы это банально не звучало, но просто иногда использовать для этого дополнительные вот инструменты, такие как опционы в том числе. Но никто не мешает торговать и с потом, и без плеча, никто не мешает торговать фьючерсами, вариантов масса. Вот, и главное, трейдер должен быть там, где движуха. В боковике, в узком никто денег не заработает. Только теряются там. Да, только теряют, трейдеры только там теряют, все при чем. Многие этого не понимают, некоторые думают, что, ну вот есть же там короли трейдинга, которые в каждый день могут заработать. Нет таких. Трейдер от трейдера отличается его мастерство и умение только тем, сколько он потеряет в плохой день. Плохой трейдер, начинающий трейдер сольет все, а опытный трейдер закроется по стопу, закроется по лимиту маленькому потерь на день и просто скажет, что сегодняшний день это не день. Бэкхэма, я приду завтра или начну с понедельника. Вот этим отличаются. А в хорошие дни или трендовые движения обычно зарабатывают все. Хорошо. Смотри, твою стратегию, вот эту сделку, там, 2000 и так далее, люди могут найти на канале у нас, да, ты там постоянно выкидываешь. Мне вот лично интересно, как ты, допустим, из пяти мониторов, да, которые у тебя дома стоят, которые ты торгуешь, перемещаешься, например, в тот же Таиланд, да, зимой, где у тебя ноутбук, да, получается, и монитор. Вот расскажи, как это влияет на торговлю, как вообще нужно ли много мониторов, может там с телефона торговать. Ну вот смотри, я сейчас вернулся из Таиланда, пробыл там три месяца, там у меня был в основном ноутбук и монитор дополнительный, который я там приобрел к этому ноутбуку с такой же диагональю. Ты его выкидываешь потом от монитора? Нет, я его в архив, да. Я, смотри, это компактный ноутбук, вернее, компактный монитор, это новая тема, да, это не вот этот большой со стойкой, с блоком питания, нет, такой был, он разбился и больше его нету. А теперь новый, это значит, у меня Viewsonic, он тоже 15-16 дюймов, он подключается одним маленьким проводком USB-C к ноутбуку. Какая модель сейчас покажем, да, где-нибудь здесь? Да, 16-55 что ли, ну покажем, да. Viewsonic, да, сейчас. Да, их, они разные есть, в Таиланде, кстати, они дешевле, там можно сказать, тебе привезут, я там и купил его. Значит, дальше он подключается, USB-C, USB-C современно передает картинку, передает электроэнергию, да, и все данные передает. То есть одним маленьким проводочком, и у тебя прям расширился в два раза. Легкий, толстый. Он вообще там грамм 400. Ну то есть когда вы куда-то едете там в отпуск, да, и хотите там что-то, чтобы пару мониторов было, то есть ноутбук, плюс к нему монитор покупается. Да, дополнительный такой моник переносной, портабл, да, можно включить таких два, поставить ноут и два моника. И вообще три моника получаются. Вообще супер получится. Сколько стоит такой монитар? Ну, в Таиланде он стоил мне где-то 14 тысяч рублей, потому что у нас стоит это все намного дороже, и у нас фиг купишь. А, еще не купишь. Да, у нас это можно сделать только через, может, Озон, который сейчас через Китай они возят, там можно. Ну, может, китайские модели есть, просто я купил хорошую, известную фирму, да, то есть у нас дилинги были в Яссонике, долго они хорошо служат, мне нравятся. Но китайские, может быть, есть, или там российское сейчас есть производство, просто я не знаю, сколько это прослужит, но можно, можно найти и подешевле. Но это расширяет, и, во-первых, во-вторых, это небольшой монитор, потому что большой монитор я с собой возил, и все, разбился. Ну, потому что там чемодан вот так вот у тебя кидают все, все. Ну, точно, легкий, портативный, как ноутбук, наверное, да? Вообще, это как планшет. Как планшет. Супер, это супер тема. Хорошо, да, кстати, спасибо, Денис, спасибо. Я еще с собой отдельную клавиатуру вожу, потому что я не люблю на ноутбучной клавиатуре, она такая специфическая, просто клаву отдельно. Складная? Нет, не складная. Можно складная, есть складная, да. И мышка складная. Мышка складная. Мышка, ну, там все это по блютусу подключается, не нужно дополнительный порт задействовать этими штучками по блютусу, все включается. Все вот так вот раскладываешь станцию, плюс у меня там микрофон, камера, свет, да, мотор, и, значит, погнали торговать. Насколько удобно? Ну, конечно, хорошо, когда не ноутбук, а несколько экранов, это супер. Но когда я после, там, с трех месяцев, да, я в них там смотрел, я на них заработал несколько миллионов рублей, я на них занял LTE, да, то есть я работал там с рынком полнофункционально. Плюс связывался там с офисом в Москве, в Дубае, со всеми. Но, когда я приехал и первый включил компьютер, пять мониторов там по 24 дюйма и один там 32 или 39, у меня так вытянутый, все это зажглось, я как будто прозрел. Я так смотрю, ничего себе, какой все большой, не нужно щурить, не нужно клоняться, ты откидываешься на спинку кресла и кайфуешь, конечно. Конечно, пять мониторов больших, ну даже не пять, пусть три, больших дюйма 24-27, это прям, это кайф, многие этого не понимают. Может, ты это и сделаешь там себе резиденцию, там все установишь, и выжить все. Мы на это как раз-таки копим, 2024 год, благодаря одобрению ETF, благодаря хауингу, я уверен, что криптовалюта взлетит вверх, и денег как раз хватит на ту виллу, которую я в другом видео показывал, которая мне потом приглянулась. Легко. И там будет уже полнофункциональные мониторы, торговые станции, потому что, безусловно, с этим удобнее торговать. То есть, когда приехал сразу к себе в дом, и там уже все настроено, зимой хорошо. Так, ну и у меня остается два вопроса. Значит, вопрос первый касается 2024 года. Есть ли какие-то планы, не знаю, там, в крипту больше уйти, в ючей больше опционов поторговать, что-то подучить, потому что процессы обучения все равно происходят. Второй момент с инвестициями. То есть, ты трейдишь, но, как я сказал, лучше всего часть денег откладывать, вкладывать, ну и постепенно замещать. То есть, замещать торговлю инвестициями, чтобы в конце реально уже совсем отойти, ну и торговать только в удовольствие. То есть, или в какие-то интересные темы, а ты хочешь, месяц отдыхаешь, на пляже лежишь. Ну, это, конечно, скучно, месяц лежать на пляже, ну, какими делами занимаешься. Вот, значит, первый вопрос. План на 2024 год, что-то такое специфическое у тебя есть, и про инвестиции, ну, пару слов. Ну, планы на 2024 год, они, в принципе, трейдерские, инвесторские. Значит, в течение последнего года, значит, даже полутора лет, 22-23 год, я накапливаю портфель, о чем тоже пишу в нашем телеграм-канале, по крипте. Потому что по ней, по моим исследованиям, нужно было это делать, начинать. Я писал видео по этому вопросу и постоянно посты выкладываю, где всех призывал вот именно по рассадке, да, когда биткоин стоил ниже 20-ки, брать и некоторые альткоины до сих пор. Я накапливаю портфель, то есть инвестиции, как ты говоришь, которые, деньги, которые я откладываю с трейдинга, там, некоторые даже вообще, там, сделку на опционах на крипте совершил, а деньги остались в системе, я их раз на другой счет и закинул в инвестпортфель, даже без каких-то, там, трат. Дальше, значит, у нас впереди очень много важных событий, это по криптовалюте, если это халвинг, усложнение стоимости, то есть, вернее, усложнение механизма, значит, ее добычи стоимости, за это должна подрасти. Затем, одобрение ETF мы ждем в начале 2024 года и в течение 2024 года, а также ФРС, вероятно, ставку уже начнет снижать, это подстегнет к пробою историческому максимуму S&P и рост его, там, выше, 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 и след за ним еще и биткоин. Поэтому, очень радужной перспективе, я на это рассчитываю, как инвестор и как трейдер торговать по этому тренду, в том числе, через опционы. Дальше, значит, по российскому рынку сложнее ситуация, потому что в марте нас ждут выборы, соответственно, кстати, и в США тоже выборы, этим год тоже очень важен, поэтому здесь даже не важно, какие там результаты выборов, да, не важно, значит, кто победит, там, по рынку более благосклонный человек или менее, у нас в США, не важно. Тут главное, что это некие инфоповоды, которые очень сильно триггерят рынки, и волатильность 2024 года я ожидаю на высоком уровне, а трейдеру волатильность, это всегда впору, это всегда заработок хороших средств. Поэтому в 2024 году я себя полноценно вижу в таком же ритме, в трейдинге и в инвестициях. Угу, ну, отлично. Да, и второй вопрос был. Ну, ты сказал, что откладываешь. Да, по поводу откладываешь, ну, да, 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 по нашему рынку был прекрасный момент, это 20-й год, пандемия, когда цены упали, можно было вкладывать. Второй момент страшный, да, это вот начало военных действий, когда все рухнуло, но это тоже был прекрасный момент с точки зрения рынка, но пословица опять себя оправдывает, если, значит, на улицах льется кровь, то как бы цинично это не звучало, покупая фондовый рынок, потому что это низкие цены, ну, не только фондовые, там, недвижимость, наверное, это имеется в виду и так далее. Поэтому ждем каких-то волатильных движений, может быть, потрясений новых, новых санкций, вот, и будем на них действовать оперативно, по-трейдерски. Спасибо, Денис, за интервью сегодня, как раз подвели итоги, ну, и надеюсь, 24-й год действительно будет удачный, и еще более удачный, чем 23-й, чтобы ты, наконец, мог себе сегодня в Таиланде студию купить. Половину. Половину студию купить, комнату с двумя мониторами. Двумя мониторами, во всю комнату. Спасибо за интересные вопросы и зрителям за то, что были сегодня с нами. А не забудьте поставить лайк, комментарий, если вам понравилось данное видео, ну, и увидимся уже в 24-м году, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok